Сам у Иисуса был госпел, а Мухаммеда было книги, которые называют Коран. Самое удивительное, что Коран выспасал по Корану сам Бог, а Мухаммед был неграмотный, он не читал, не писал. А это постепенно было. Но обратим внимание, здесь уже нет кирпича, нет бетона. А что? Грамм построен с тракушечек из лесняк, а в тепловом покрытии с чем? Свинец, свинцовое покрытие. Вот часть этой собрации меняет свинцовое покрытие, потому что четыре столетия не меняли. Вот сейчас приняли решение поменять. Почему? Потому что свинец пропускал влажность, из того, что пропускал влажность, там внутри имам, за ним ловится мужчина, а вторым ловится женщина. Только одно место пустое. Султанская лоджия, потому что лоджи султанов нет. Я не говорю, что он является Богом. То есть по Корану Дева Мария не Богородица, а Христа Родица. Она родила пророка, а не Бога. В русском языке говорят так, Богородица. То есть это слово Богородица идет на слово по поводу пророка. Вот по Корану первая пророка это Адам. Первая женщина это Хаббат, на русском языке Ева. Третий пророк это Ной, в английском языке Ноах, на турецком Нуах. В Коране тоже самая история по поводу кого, по поводу Ной в Ковчег, потоп. Все погибли, только остались те, которые верили ему. То есть как второй Адам. Шестой пророк это Авраам, Ибрахим, на английском языке. У него была жена, которая звала Сара. Сара не рожала, не рожала. В конце концов Авраам взял себе наложность, которую зовут Агер, на турецком языке Хаджер. Хаджер родила кого? Вот здесь написано Измаил, восьмого пророка. Потомки Измаил это предки пророка Мухаммеда. Смотрите, как интересно. В старом селе любимая жена Сара рожает второго сына. Который зовут, вот здесь написано? Исаак. Исаак. Айзек. Исаак. Он девятый пророк. У него был сын, который звал Яков. Яхуб. Жейкоб. Кофе. У него было двенадцать сыновей. Откуда двенадцать колен Израила. А прозвище Якова это Израил. Почему? Надо читать Ветхий Завет. Если будете изучать Ветхий Завет, вы узнаете, что Израил в приводе означает богоборец. Почему богоборец? Вот это написано подробно в Ветхом Завете. То есть не случайно выбрали название государства Израил. Потому что двенадцать колен Израила это двенадцать сыновей. Вот отсюда идет Моисей, его брат Харон. Отсюда идет еще и Мария, и Иисус по Корану. Спаситель. Мессия. Мисюмане отрицают, что он был Спасителем. Отрицают, что он имеет Божественную природу. По Корану он не родился как богом, и он не сыном Божьим. То есть это самая большая разница. По Корану. По Корану. По Корану. По Корану родился от Марии. А папа кто? Иосиф значит? Папа нет. Папа нет. По Божьей воле. То есть миссионарий верят в непорочие зачатия. А они тоже верят в непорочие зачатия, да? Да. Даже написано подробно, что Мария видела ангела. Ангел Гаврил сказал, что скоро у тебя будет ребенок. И она ответила как. Ну прочитайте Коран. И Коран очень подробно рассказывает все как произошло. Даже больше, чем в Библии. В Библии там про детство Иисуса ничего не написано. Изучайте. Библия рассказывает последние три года его жизни. А в Коране написано еще дальше про детство дальше. Так они равнозначные получается Иисус и Мухаммед? И Евангелие написано о детстве. А детстве в Евангелии написано. Ну в новом завете, да. Спокойно, спокойно. 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 Очень спокойно. Это пророк, а разные пророки. Мухаммед один пророк, а Иисус это другой пророк. Они равнозначные, получается, да? Да, по Корану нет никакой разницы. Нельзя говорить, что один был лучше, чем другой. У всех была одна обязанность. Какая? Проповедь людям. А куда направить? В Богу. Вот это самое главное все. Более того, они родственники даже, да? Все родственники. И вы со мной родственники, и вы с ними расстройки. Мы все родственники, вот отсюда.